И так второй этап Гран-при Скейт Кеннеда. Вашему вниманию и вашему вниманию пара из Германии. Четырехкратные чемпионы Европы и мира Алена Савченко и Робин Шалковы. Они исполнят свою короткую программу и будут бороться за наивысшие места. Даже за первое место я бы сказал. Насколько они смогут составить конкуренцию, другим участникам узнаем через какое-то время. Но к этой программе они подготовились очень крепко. Первый элемент выброса. Выброс тройной флик. Сделанный шикарно. Параллельный прыжок Тугу в три оборота. Неплохо. Подкрутка. Исполненная очень хорошо. Настало время Тодоса назад наружу. Здесь он демонстрирует свою растяжку и гибкость на заходе. Очень неплохие линии. Подчеркивают их костюмы. Параллельное вращение с въездом прыжком. С позиции волчка. С позиции либеля. С захватом. После смены ноги идет волчок. Позиция стула. Есть небольшие расхождения ног. Наверное, они подработают перед следующим стартингом. Время дорожки. Заметили, что они исполняют дорожку по рисунку круга. В отличие от всех остальных пар, которые делали по прямой. Тем самым усложняют, соответственно, свой подход. Тем самым усложняют оценку для технической бригады. С точки зрения наличия пересечений, катания вместе, исполнения поворотов и шагов. Заход на поддержку. Сложные вариации позиции партнерша. Прекрасный спуск. Ну что, браво. Для первого проката прекрасно, Наталья, как вам кажется. В мастерстве, да, Алены и Робина сомневаться мало, когда приходится. Но в очередной раз они достойны. И мне кажется, что стала публике понятна концепция дизайна костюмов, образов. Которую они пытались передать. В общем, очень экстравагантно, очень красиво. И все к месту. Хороший очень унисон, замечательные линии. Изумительно смотрится партнерша. Я не знаю, может быть, Робину что-нибудь придумать. Какой-нибудь поясочек тоже. Но не знаю. Ну, я это думаю для талии, для линии талии. Да, для того, чтобы партнера, например, на подкрутке, да, половить. Держаться нужно. Да, да, да. Куда ставить руки. Так что в этом плане все продумано. Я думаю, что Инга Штойер, их тренер, должен быть доволен этим прокатом. Ну, в общем-то, они завоевали в своей жизни все, что можно, кроме, наверное, золота. Да. Олимпийских игр. И как раз, я думаю, что у них сохраняется какое-то внутреннее психологическое напряжение перед Олимпиадой в Сочи. Они готовятся к этому. Ну, они в прошлом году тоже пытались какие-то новые элементы вводить в свои программы. Например, выброс тройной аксель. И специалисты думали, что же это такое, зачем они... Зачем они это делают. Так, бьются, да. И я думаю, что их попытки вот что-то поменять... Как раз-таки выброс... Пошли на пользу им, да. Потому что сейчас они вернулись к каким-то старым вариантам. Вот выброс тройной флип был. И он сделан, как всегда, замечательно. Тудес. Очень красивые линии на Тудесе. И голова очень низкая, опять-таки, да. Как раз-таки то, чего немногим партнершам хватало. Безусловно. Среди участников, уже выступавших здесь, в Канаде. Параллельные вращения тоже были очень красивые. В любом случае, есть моменты, над которыми нужно работать. Интересно. А вот всегда есть над чем. Конечно. Но вот то, что они делают, вот эту поддержку из группы 4, безусловно, они используют старые заготовки, потому что вот это я уже видел в предыдущие годы постоянно. То есть здесь ничего нового. Может быть, пока в каких-то моментах они не хотят экспериментировать, потому что... С поддержками иногда не нужно экспериментировать, потому что, если однажды найдены какие-то позиции, которые раз в раз придают успех, конечно. На предыдущих соревнованиях этапа серии Гран-при Скайта Америка наша пара волосажер-траньков набрали 65-66 баллов. За короткую программу посмотрим, сколько у нас сейчас. Итак, 72-26 сотых. Это первое место после короткой программы, с чем мы поздравляем Алену Савченко и Робина Шелкова. Прекрасный прокат для начала сезона. Здорово.